ну как нормально вот сейчас хорошо видно да с голубем виду вижу очень красиво больше на том не звоните только на этом аппарате алё давай давай вам слышно слышно нет вот нормально сейчас ну вот нормально смотри который раньше был тряслось не надо его просто время тратить еще не видать так меня заинтересовало что у вас там за уроки какие-то идут в епархии коротко это екатеринбургская епархия да это при нашей екатеринбургской епархии создан институт где учатся я бы сказал не священнослужители а церковнослужители и миссионеры как бы это называется институт миссионерский то есть те которые по идее должны рассказывать о вере вот на потоке у нас учится человек 25 и уже это 4 кажется курса есть то есть около ста человек готовится в екатеринбурге вот таких вузов где-то три-четыре в россии вот им как то посчастливилось туда поступить и я щас хожу на занятия учусь 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 исследую изучаю историю веры веру вот такие дела поэтому очень много времени уходит на занятия да плюс еще и ребенок и тут вообще мало времени я только изредка выхожу смотрю ваши видеоролики вдохновляюсь и у меня сейчас будет еще разговора там видите прям предпоследний ролик был из америки один там едет в америке и из машины посмотрите вот сейчас у меня будет разговор с ним минут через двадцать осталось так мне вот что вопрос то нерешенно остался почему от сергея то отошли от козлова он вами очень интересуется привязан к вам а вы как-то ушли не к нигде вас не знаю игнат тихонович мне кажется это проблема коммуникации и все ну хорошо но сегодня сегодня вы смогли войти почему раньше не смогли не знаю вы мне написали мне пришло сообщение на телефон и я зашел а так я не в скайпе я в контакте в основном общаюсь видите когда мы шли еще в том направлении это имеется ввиду на турцию на португалию вы нас встретили так нам помогли даже просто отблагодарить никого нигде нет я через сергея пытался вас найти вы нас встретили это прям я не знаю как да игнатий тихонович да что это я вас должен благодарить это не то я нет никогда не пропал то есть с верой не сошел может быть у меня есть некоторое пресыщение от информации различной и вот это наверное есть пресыщение что нету какой-то простоты такой и и я бы сказал любви есть очень много знания и она применяйте делу применяйте вот видите о чем говорил патриарх кирилл когда он еще был митрополитом думали открыли храмы наполнились так будет всегда но храма опустили и так говорит меняйте тактику выходите на перепутье везде патриарх алексей 2 говорил так нам нужно дата кирилл говорил переформатировать сознание народа это очень хорошее выражение но не нужно думать что прав был алексей 2 когда сказал говорит наша задача реставрировать человека его нельзя реставрировать он мертвый сын мой был мертвый я жил пропадал и нашелся почему к ефесянам 2 5 написано нас мертвых по преступлениям оживотворил на человека надо смотреть как на абсолютно умершего господь пришел к погибшим овцам израиля его нельзя реставрировать нельзя ремонтировать и он должен только воскреснуть давайте вам расскажу как это у нас екатеринбурге происходит давайте вот я хожу храм осени вот он тут рядом я хотел показать но почему-то не получается с телефона так вот каждый вечер там проводятся занятия причем приглашаются такие хорошие преподаватели и вот это вот воскресенье она мне кажется начинается с того что начинают реставрировать и умы людей и в конце концов они понимают что невозможно реставрировать свой ум надо либо родиться либо не родиться рожден свыше он или не рожден вот вопрос один только стоит если он не рожден то ничего и нету все пустое это нельзя человека никаким образом исправить это другая природа он мертвый и без духа святого ничего не делается вот это что там даже сейчас курса образовывать что человек внутренне не меняется у нас уже остается мнение только одно как в израиль когда господь направил пророков предупредить последние предупреждения они не поняли и они пошли в авилонский плен и римея вместе с ними а как а в мире а вот когда пришли в авилон полностью весь состав религиозно был заменен или расстрелян или сожжен и вот тогда только начинается перерождение вот они все связаны системой все это на корыстолюбие на трусости как бы еще не сказать как бы духу божию нету возможности работать дух божий там я дух господин там свобода тебе разницы никакой нет кто тебя думает говорит какой у тебя успех жена у тебя с одним ребенком или нет жены ты заботиться о господнем не жена ты заботиться о господнем а написано имеющие же он должен как не имеющие ты обеспечил и все дальше скажи не претендуй то что принадлежит богу никогда больше не ссылайся на жену не на ребенка я когда приехал в сибирь первым делом меня свели с одним человеком это герой веры герой был на передовой с первого дня до последнего главный родиться ракосовского константина константиновича и уверовал бога его приговорили к расстрелу к расстрелу а потом ему сами же заменили 25 5 и поражение правах 35 сталин так скопытился через два года 4 место его освободили у него 10 ребятишек 8 сыновей 2 2 дочери 8 сыновей а церковь за 60 километров это город из китим от новосибирска и он никогда не пропускал до кон моленья то утренний вечернем все все исполняет не меньше часа работает на заводе а то токар лекарщик заказчик там все специальности и дома еще сад у него коров держит и везде все успевал никогда не ссылайся у нас в жизни встречаются люди которые могут быть маяками для нас написано подражать им найти значит я ведь занимался работал это не я просто внимание свое уделял больше на семью я божьим я занимаюсь конечно не так как мог бы но ну ладно об этом я сказал я же вот не да я вам не учитель я сказал очень красивый голубь на плече да и скрутился уже весь два месяца будет завтра два месяца только будет это те которые были совсем маленькие но да уже так вырос уже так вырос они очень быстро растут и он только поднимается у ней 2 гнезда нет она голубка снова несет яйца он еще совсем не оперился он сидит на яйцах и выпаривает голубенок получается за роль матери я вот удивлялся всегда почему я никогда не видел маленьких голубей и что сразу большими рождаются теперь вы увидели а у вас тут только у вас видео у меня три голубятня это две деревни здесь одна ладно по делу мы вам ничем не должны кроме любви вообще не это я вам должен за видео у меня сердце беспокоилось я вас многократно вспоминал вы этими разными флешками снабдили они хоть и не потребовались но само отношение потому что где мы были не везде была возможность мы были в местах где не проникает туда вообще интернет никак она где-то в низинке у них там место такое самое место где наша ставка была в калуге вообще связи не было главное что мы вернулись вы знаете что мы большую аварию потерпели я знаю я так расстроился это даже мы не знали это было просто отчаянное положение не бросить не выйти не остановить ничего нету просто между небом и землей зависли и не и господь сделал так полиция помогла вызвали эвакуатор теперь я знаю сколько стоит эвакуатор ровно в сто раз дороже чем своим ходом и то есть нам пришлось сразу же в первые же дни когда это сделался больше ста тысяч скинуть так что главное было выполнено а дальше уже появлялся какой-то человек что он хотел купить машину прямо для вас вы что-то отказались отказались я никогда ни одной копейки не беру если можно обойтись мне это вложено внутри что за все надо отвечать я ни одной копейки ничего на себя не потратил можно даже за всю жизнь так это ведь не на вас это на дело которым вы занимаетесь что что так не даете людям то поучаствовать вы в ехатеринбурге наших братьев там не знаете пищикова володю не они в покровском нет не знаю и андрей смирнягин как-то запишите потом я вам данные скину да может в интернете найти его даже смирнягин андрей сейчас запишу секунду да это смирнягин не очень частая фамилия такая расскажите вот меня интересует соотношение веры и рождение свыше но очень просто без веры нет рождения свыше вера отслышания вот первая часть благодати какая призывающая как феофан затворник говорит вы себе однажды запишите три пункта смирнягин андрей запишите а потом дальше вот нашел записываю вернягин андрей и пищиков слова писать пищиков владимир они кто такие но обыкновенные прихожане близкие нам но вы можете найти их через священника отец андрей андрей это покровская кажется там какое-то село или что-то большое где-то там ну то есть на кого-то выйдите а потом на меня выйдете я вам дам телефоны их они где-то у володи володя сейчас на работе и вы на них выйдете это наши братья они у нас принимали крещение вы там многое многое найдете у них они благовествуют по соседним селам там везде вот относительно веры вот рождение свыше об этом очень хорошо говорит феофан затворник 33 вида благодати запишите первое благодать призывающие к сфера отслышания а слышание слова божия значит мы это узнали второе благодать обращающие 2 то есть ты откликнулся на это открыл сердце и завершающие этого от воды и духа это благодать освящающая она более только там есть рукоположное священство от апостольских времен других местах ее нету просто нету вот у сектантов у них первые две части есть 3 вообще 0 у православных есть 3 а 1 2 почти на нуле вот сейчас миссионерские курсы ты начали образовывать пытается но они не знают как вообще работать с людьми опыта никакого нет а там не архиереи говорят заигрались вот теперь смотри какую роль в рождении свыше играет вера вот первая часть признать себя грешником полностью погибшему веровать во христа этот 1 2 откликнулся ты и 3 от воды и духа руками священника троекратное полное погружение если не было полного погружения был обманутый твердо себе усвоите то что они говорят одна капля слюна это они бредят с пьяну как златоуз говорит бред не пьяных старух лепят нам и тихоныч а вот насколько я знаю что крещение состоит из двух частей первое это погружение второе это миропомазание это крещение к крещению не относятся миропомазание это отдельное таинство да но они вот сейчас как-то практике церкви совместно производится если не было погружения то достаточно просто погрузить и чтобы тебя погрузили в миропомазание а вот и часть вот у нас люди приезжают отовсюду священники они имели миропомазание но не имели крещение они у нас крестятся но миропомазание нету все они возвращаются опять служит без погружения нету смерти нет воскресения понятно понятно но вот мы как раз недавно изучали вот этот вопрос крещение и там была даже какая-то форма что если не крещен кто крещу тебя да самая форма это шестой вселенский собор 84 правило вот вы можете записать 6 2 я это помню я помню что младенец передо мной какого-то младенца его в купель погружали я думаю ну как я залезу туда видимо я уже собрался с силами а я не новорожденным крестился я не где-то было лет десять вот и потом с таким удивлением смотрю что я не погружаюсь я помню что мне был вопрос а почему ребенка погружают а меня нет вот значит решить это надо сейчас у нас на погружение на крещение приезжали из германии нынче с франции едут с разных республик потому что вот крещение полное попы признают некоторые а никто начинает там капли достаточно это пропанация это у нас преподаватель четко сказал вот это буквально было понедельник кажется на этой неделе я спрашиваю открещение обливанием идет говорит нет крещение это погружение так я не спросил же не а всех спрашиваете в роликах вы не против что у нас все снимается в интернет выставляются я не против игнатий тихонович если против я просто закрывая окно и ухожу потому что мы говорим о хорошем люди на этом получаются да конечно конечно так вот он сказал что крещение это погружение но говорит что бывают разные ситуации я конечно но он говорит что это из ряда вон выходящие ситуации нет три случая только чрезвычайное обстоятельства первое клиник раздавленный человек лежит барокамере где-то клиник но из них когда в таком состоянии креститься их в священнике ставить нельзя канон говорит это бракованное но крещение это во второе в тюрьме но и тогда нужно три ведра его раздеть и трижды его возлить воду на голову вечно был мокрый и 3 это в плену у татар в степи все крещение кровью четвертое это это тоже церковь так приняла те которые внезапно уверовали когда их допрашивали как у георгия победоносца и сразу казнили 70 человек как воин который в озере там севасте 40 мучеников о чем речь то что вот есть максимализм такой что нужно постоянно погружаться и это правильно но есть из ряда вон выходящие случаи которые нужно описывать и вот мне кажется тут не как некоторого такого милосердия нету для людей им нужно объяснить что вот должно быть так и посмотрите вот списочек вы в тюрьме нет вы там перед расстрелом уверовали нет значит вам надо погружение что это что бог применимает в свое царство не только из-за формальных каких-то признаков а что значит подформально вы имеете что они вот это бракодельничают это крещение что ли мы считаемся милосердными а 4 вселенский собор 630 епископные милосердные это не годится это и называется любвисты эта игра идет и не нет есть правила церкви а есть принятие богом человека в церковь а как это мы знаем бога за бога решать вот бог дал нам устав определенно через уверование крещение троекратное погружение другого нету это вход церковь а вы смотрите там ведь есть разные формы я вот геннадия фаста слушал проповедь по поводу того что в самом начале была форма во христа просто крестились то есть и отца и святого духа не было это евреально это означает о господь иисус христос в этом во имя господа иисуса а произносили слова отца и сына и святого духа кто не так принимает единственники секта образовались это секта отдельно во имя господа иисуса христа все время крестят а слова произносят во имя отца погружения сына полностью ушел под воду и духа святого терять и крещение во имя господа иисуса христа Потому что «я уверовал, во имя Его я крещусь». «Во имя» означает «ради Его слов», «ради Его примера», а не то, что «ты крестишь в своем имя Иисуса Христа». Церковь никогда это не признавала. Это 50-е апостольское правило. Ну, я понимаю. Я вот там какой он параллель проводил, что были евреи, которых крестили, они и так с Отцом жили, поэтому была форма во Христа. А были язычники, которых крестили в Отца, Сына и Духа Святого. И вот эта форма трекратного погружения, она как раз и устоялась. А первая форма, она ушла где-то через полтора столетия. Она исчезла. Этого нигде нет. Это выдумка. Понимаете, люди придумывают. Вы не смотрите ни на что. Этого нигде нет. Вот ссылаются на кого-то. А когда стали ссылаться, а я говорю, показал где, ни один не может показать. Это выдумка. И начинает говорить, а вот смотрите, Дидаха. Дидаха, во-первых, это апокриф. Появился, когда он считается там в конце второго века. И в-третьих, Дидаха, это говорит, крестить в проточной воде, если нету, в стоящей воде, если нету, в большом сосуде. И только в четвертом случае, как раз попадает в степи-то или в тюрьме. И тогда возлее воду. А сегодня за это ухватились Дидаха-Дидаха. А Дидаха как раз и говорит, что надо погружать. Они обманывают. И почему обманывают? Безбожники. Попы-безбожники. Они не верят ни во что, которые так делают. Правило гласит, если не в три погружения, да будет извержен. Он уже в Духе Святом извержен, а он продолжает еще в органе, в церкви. Его, говорит, за хвост, да в яму надо тащить уже. В три погружения. Если в три погружения не крестит. Если в одно крестит, а тут ни одного нет погружения. Это сверх всяких канонов. Если в одно погружение, и то извергается. А его не извергли. Ну и что, что не извергли? Он извержен. Его нету. Его нету. Написано, что вот у вас есть такое блудодеяние в церкви, которого нет у язычников. Пятая глава, первая Коринфянам. А церковь святая и непорочная. Да как она святая и непорочная, когда такой блуд. А катарский человек согрешил смертным грехом. Его нет в церкви. Он за пределами. Он в оглашенных. Его заново принимают через эпитемью. Через 12 лет он только может причащаться. У людей понятия никакого нет. Церковь всегда святая и непорочная. А священники вот так делают. Их нет в церкви. Это волки лютые. Лютыми волками названы только священники и епископы. Во всей Библии один раз. А фашисты, коммунисты, иудеи только волки. Посылают как овец среди волков. Это страшнее этих людей. Никого нет на земле. И люди это ничего не хотят понимать. А вот он говорит, чрезвычайные обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельства то, что совесть потерял и веру потерял. Вот это чрезвычайность. И стоит еще в форме, играет перед народом. Апостол говорит, златоут говорит, смотри, избирая пастыря, не избери волка. Оба упадут в яму. Не надо ссылаться. А я, священники, любят сейчас говорить. Ваше дело исполнять. Я за вас отвечу перед Богом. Это жулик, бандит в рясе. И никто это говорит, а патриарх Алексей Второй говорит, каких бандитов напринимали в церковь? Ну, вот, слава Богу, у нас хорошие священники. Я просто радуюсь. Слава Богу. Вот, чтобы они христили, которых они перепортили, мочили ладошкой, чтобы они всех погрузили. И когда они отказываются, вы увидите, хорошие они или нехорошие. Они испортили, неправильно сделали. Ну, выправьте. Выправьте. А вот вы увидите, хорошие они или нехорошие. И вы хорошего найдете одного на тысячу. 0,3%. Такая противная культура тут влияет, что один человек не может сказать, что тот-то неправильно сделал. Мне кажется, все это будет происходить, но как-то втихаря. Ну, пускай хоть как-то. Пусть он выйдет, найдет, где он перепортил. И пусть выполнит это. Так, Игнатий Тихонович, меня крестил священник в городе Кисловодске. Я вот в прошлом или позапрошлом году был там, он уже умер. Вот. А сейчас другое совершенно поколение, и как они будут отвечать за тех, кто там был до них. Все, не ищите. Найдите тех, которые вас крестят. Вот у нас, значит, в Барнауле один случай был. Она говорит, некоторые говорят, можно прийти и сказать, ты не крещеный, потому что то был обман. На самом деле крещения не было. Но ты скажи, что ты был моченый. А зачем? Он тогда меня крестить не будет. И спрашивает, ну а как в такой ситуации? Я лично считаю, надо сказать. И она пришла и сказала, ну тут маленько раздвоенно. Батюшка сказал, можно вас крестить? А крестил другой, не он, их два было. И она, будучи моченая, приняла крещение. Ну вот эта практика, я чувствую, она разовьется. Особенно вот это вот. Если не крещеный, а моченый. Крещение, нет такого крещения. Игнатий Тихонович, Слово крещение переводится в аптизанцы. По гружению, другого нет. Вот этот я вам ролик выставлю, и я вам под ним скину еще на крещение. Все данные. Это 136 свидетельств. А у них ни одного нет. Игнатий Тихонович, у меня вопрос такой. А вот, вы говорите, что церковь святая и непорочная. А как же быть в церкви? Вот они мои слова. Павел говорит, она святая и непорочная. Да, да. Ну а как же быть в ней? Потому что, совершив любой грех, ты выпадаешь, как бы, из церкви. А приходя и исповедуя этот грех, ты опять в нее вступаешь. Смотря какой грех? Давайте дальше договорим. Какой именно грех? Вот я вам немножко могу про... просто открыть. Сейчас, подождите. Чтобы вы это услышали сами. Не мои слова. Вот. Сейчас. Игей. Так, подождите-ка, это у меня на сегодня. Сейчас я уберу это. Потому что я копирую абсолютно все, что у меня какая переписка идет, где, с кем. Вот. Сейчас я покажу вам, прочитаю слова, которые вы потом, когда будете смотреть, священникам поднесите. И скажите, вот эти слова вы признаете или нет? Слова из Святой Библии. По порядку. Начинаем читать. Слушайте, очень внимательно. Евангелие от Иоанна 3.3. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. А без крещения нет рождения свыше. Крещение – это третий этап рождения свыше. Дальше. 1 Иоанна 3.9. Всякий, рожденный от Бога, вот он родился, не делает греха, потому что семя его, Божье, пребывает в нем. Причина какая? Слово Божие в нем живет. Вышел сеять и сеять. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. У православных этого нету совсем. Я грешный, многогрешный, супергрешный. Рожденный от Бога не делает греха. Он не может грешить. 1 Иоанна 5.18. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. Православные не знают этого. Они знают купаться в грехе. И пьянство, и развратность, табакокурение, и разводы, что угодно, воруют. И идут на исповедь. Батюшка все с них снимет. Он ничего снять не может, потому что нет раскаяния. 1 Иоанна 2.29. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Все время говорит о рождении. Он говорит в Евангелии о рождении, и Он говорит об этом. Иоанна, 1 Иоанна 5.4. Всякие рожденные от Бога побеждают мир. И сияясь победа, победившая мир. Вера ваша. У православных нет веры в это. Они обходятся канонами, акафистами, литургией, но не Библией. Семени нет. 1 Петра 1.23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Вот у вас, говорит, семя Божие, вы не можете грешить. У православных Библии никаким авторитетом не пользуются, как у старобрядцев. Деяние 4.20. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Галатам 5.17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. А они друг другу противятся. Так что не то делайте вы, что хотели бы. Иоанн 19.28. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне. Они все против меня, попы, идут. Я им говорю Слово Божие, а они клевещут. Он еретик, он сектант. Ну хоть что ты говори. Я тебе докажу через 5 минут, что я не еретик, не сектант. С нами, которые живут архиереи, у них есть каноны. И написано, кто с еретиком молится, отлучен будет. А архиереи, московская патриархия к нам едут, сами служат. И все это в интернете выставлено. Я не еретик. Но он-то знает, что я еретик. Со мной щаше причащается, со мной служит в наших храмах. Еще непонятно, что они дурью маются. Дальше. Иоанна 1, 13. Которая не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Как? Впереди сказано как? Через слышание, а слышание от Слова Божия. И как проповедовать, если не будут посланы? Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Матфея 7, 18. Не может дерево доброе приносить плоды худые, если уверовал. Не дерево худое приносить плоды добрые. Римлянам 6, 2. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Православные этих слов не знают совершенно. Грешен, многогрешен. Ты если покаялся, грех тебе противен, зловонен, ты к нему не прикоснешься. А он опять то же самое. Вот мне пишут. Мы тут причащаемся с товарищем ходим, ну а потом опять гуляем, блудим, блудим. И опять идем, причащаемся. И которые допускают так людей без эпитемии, а за блуд он должен 7-12 лет, и он зато сгубит себя священник и того, кого допускает. Дальше. 1 Иоанна 2, 13-14. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам о отроке, потому что вы познали отца. Какие отроки православные знают отца по Библии? Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, то есть не блудники. И Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. 1 Иоанна 2, 29. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. 1 Иоанна 3, 12. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведные. 1 Иоанна 4, 6. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому-то узнаем духа истины и духа заблуждения. 1 Петра 1, 23. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, а от Слова Божия, живого и пребывающего век. 1 Иоанна 1, 18. Восхотев, родил он нас Словом Истины, то есть Словом Библии Святой, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. 1 Иоанна 15, 7. Если пребудете во мне и слова мои вас, слова, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Везде подчеркивается Слово. 900 лет до перевода от крещения не было Библии в народе. В 1876-м только перевели. А кто сегодня Библию-то считает только так? Сектанты приходят и покупают его. Откровение 3, 8, 10. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь сил и сохранил Слово мое. И опять же, ну как хранить, когда его не преподали? Люди не любят Библию. Мне говорят, что ты как баптист в Библии носишься и не отрекся имени моего. Экклесиас 1, 15. Последнее. Кривое не может сделаться прямым и чего нет, того нельзя считать. Не было крещения, а было мочение. Ищи того, кто может тебя погрузить, и ты будешь спасен. Понятно. Игнатий Тихонович, у меня вопрос. Да. Ну вот, монашеская практика которая говорит, что человек может преобразиться в жизни. Как стать, как Бог с маленькой буквы. Ну, а каким путем? Так, эта монашеская практика, она построена на изменении природы человека. Насколько я понимаю, да? Правильно. Они изменили природу, когда надо идти за Христом, благовествовать. Они в монастырь скрылись. Это антиевангельское учение. Монашество в том виде, в котором оно есть, запомните эту празу, принесло зло в сто крат больше, чем вместе взятые иудеи противники, фашисты, коммунисты и масоны. Они самое ценное высасывали из народа и гробили, не давая потомства. А вот вопрос. А скетическую практику, которую они сформировали, она лишняя, что ли, получается? Она не лишняя. А зачем монастыре? Она у меня, это практика. Я всю жизнь прожил в аскетическом образе. Еще. А я не в монастыре. От океана до океана прошли. Так не все ведь в монастыре-то были. В Пахомии Великого 11 тысяч монахов. Они сколько могли пройти. А вот он и мусульманство и пришло, Магомед. Андрей Кураев говорит, так как Мухаммад умер в 632 году, ни одного Кирилла Мефодия не нашли за 6 столетий. А теперь глотаем, режут голову. Это все православные 2 миллиарда были бы. Можно вопрос? Давай. Вопрос такой. А все ли люди призваны быть благовестниками и Богом призваны, и миссионерами? Все до одного. Деяние апостола, 8 глава, 4 стих. Все до одного. Даже маленький ребенок. Не все одинаково могут говорить, но призваны все свидетельствовать на том уровне, на котором ты узнал. Вот бесноватый в Гадаринске. Он исцелился и хотел идти за Христом, а Христос говорит, иди, расскажи своим домашним, что Бог сотворил с тобою. Все. Один сейчас у ног Христа, иди уже благовествуй. А тут надо курсы. Курс один. Ты любишь Христа, и все курсы кончились. А на ходу иди учись. А то они учат. Что они учат-то чему? Боятся из-под своей рязки человека выпустить. Ну, Игнат Тихонович, тут есть с другой стороны. Вот такой человек, он идет и начинает учить, ничего не понимая. Он может учить своему опыту, переживанию, но он не может учить того, чего он не знает. Должен знать. Еще раз говорю. Еще раз повторяю. Я уверовал, когда через три с половиной месяца я уже стоял на кафедре. Через три с половиной месяца. Так я работал на работе в море. Для этого много времени не надо. Один сейчас у ног Христа. Говори на том, что знаешь. Завтра узнал больше, больше говори. Считай толкование святых отцов. А это все одни отговорки. А вот скажет не то туда. А что ты скажешь? Ты вообще ничего не скажешь, если не знаешь. Так вот, каждый начнет так говорить. И у нас получится, что лепить рак до щука. У каждого свои какие-то ощущения, представления. У каждого свой мир. У каждого по-своему это объясняет. Один объясняет, это Бог мне дал. Другой объясняет, что это дерево такое. Я его обнял, и оно меня вот... Не надо, Женя, я понял. Надо знать, что говорят святые отцы изучать. Вот это у нас трехтомник, который у вас есть. Да, Феофилакта. Вот, Феофилакта. Вот все. И уже ты не заблудишься ни на один сантиметр в сторону. Так к нему еще надо подойти, к Феофилакту. Надо, чтобы вот эта вот вера была сформирована в человеке, чтобы он родился, чтобы ему было все важно, что там написано. Ну, а без этого вообще ничего нет. Надо подойти к Феофилакту. Не подойти, а принять его со Христом к себе. Жить с ним. Да даже к Библии надо подойти. Я тут к бабушке вчера подхожу, книги продает. Я подхожу, говорю, скажите, а у вас есть какая-то старая Библия? Да думаю, может, был думающий человек какой-нибудь, там, пометки оставлял. Думаю, может, что-то интересное. Она говорит, нет, я не в том поколении родилась. Я эту книгу не читала. Я говорю, знаете, что самая печатаемая книга в мире? Я говорю, нет, я не в том поколении родилась. Ну так, Женя, ко мне уже стущаться. Если еще нет, тогда простите. Я вам благодарен за все. Как вы нас встретили, я всегда это помню. Все, отходите. С Богом. С Богом. Так, Жене передавай поклон. И ребенка поцелуй за меня. Есть. Спасибо вас, Христос. Вы добрую память оставили нам. Слава Богу.